Любой Казахстанец может с дивана инвестировать на любые рынки. Вы можете купить любую перуанскую акцию, мексиканскую акцию, двумя кликами. Хочется быстро и легко, а быстро и легко можно только по шее получить. Вложи тысячу, ничего не делай и заработай миллион. Если вы не Уоррен Баффет или Уолкс Уолл-стрит, то такое сработает разве что с сыном маминой подруги. Благо мы от таких сомнительных обещаний, которыми пестрит интернет, предостерегаем. Сегодня речь пойдет об инвестициях на фондовом рынке. Разберем на пальцах, какие первые шаги нужно сделать, что такое инвестиционный портфель и можно ли с небольшой суммой в несколько тысяч тенге управлять многомиллиардным рынком. Когда мы слышим про акции на фондовом рынке, то представляем себе брокера на Нью-Йоркской бирже, сидящего перед мониторами с котировками, сложными графиками и спекулирующего ценными бумагами. Сегодня участником фондового рынка может стать каждый, у кого есть смартфон с выходом в интернет. И небольшой капитал, разумеется. Год-полтора назад был форум в Алмате, финансовый форум. И тогда сотрудники, по-моему, АФР или КОСЕ озвучивали менее 1%. Казахстанцев открыли брокерские счета. Для сравнения, в США эта цифра 55%. Взрослого, работающего населения инвестируют на фондовый рынок. В США очень-очень много поколений народ прожил в условиях рыночной экономики. Покупали недвижимость, так же, как мы. Покупали там кто золото покупал, кто что. То есть все, все способы испробовали, ну и поняли, что на самом деле ничего не работает, а работает фондовый рынок. Когда люди говорят о гарантии, ну вот, пожалуйста, 200 миллионов американцев каждый день выходят на пенсию обеспеченными людьми. Чем вам не гарантия? Сегодня вход на фондовый рынок стал абсолютно доступен каждому. Если раньше, 10 лет назад, например, крупные брокерские компании или управляющие фондом имели такой, так скажем, снобизм, да, то есть входной билет был дорогим, высоким, нужно было иметь миллион долларов или 10 миллионов на счету, чтобы тебя взяли в управление доверителем, то сегодня входной чек, он сильно упал. Что для этого нужно? Открыть брокерский счет, его пополнить, выбрать инструменты инвестирования и начать инвестировать. Достаточно заполнить анкету, приложить сканы документов требующихся или пройти какую-то биометрию, и вот вы уже в мире финансов, инвестиций, акций и всего остального. Есть фонды и по 10 долларов, но как бы большинство, наверное, больше 100 баксов стоит. Стоит ли инвестировать со 100 баксов? Лучше нет. Почему? Потому что есть некоторые ступени, которые вам необходимо будет пройти для того, чтобы инвестировать. Первая ступень – это отнести деньги в банк, потом сделать платный перевод на свой брокерский счет. Через этих брокеров вы делаете покупку, и это тоже стоит денег. Поэтому, допустим, если вы инвестировали, скажем, 100 долларов, только на вот этих комиссиях вы потратите порядка 30% от той суммы, которую вы отправили. Если это 100 долларов, то это, соответственно, 30 баксов. Как выбрать надежного партнера на фондовом рынке и не попасть в сети очередной финансовой пирамиды? Помимо наличия лицензии, высокого рейтинга надежности и большого срока работы на фондовом рынке, обратите внимание на одну важную деталь. Ни один профессиональный участник рынка ценных бумаг не обещает своим клиентам гарантированной доходности. Есть список брокеров официальных, которые есть на сайте Назбанка, на сайте Агентства по финансовому регулированию. Их у нас порядка 20, чуть больше. То есть они все официальные. Это акционерное общество, у которых есть уставной капитал, есть свои обязательства, есть свои активы. И есть, что самое важное, лицензия Назбанка. А финансовые пирамиды все работают по самой классической механике понца. То есть это выплата вкладов за счет последующих взносов. То есть там, в принципе, никакой операционной деятельности для увеличения ценности вкладов не идет. Каждый день Даулет Арманович, это, кстати, псевдоним, выходит из съемной квартиры, направляется пешком в арендуемый офис и учит людей управлять деньгами. Если вы хотите быстрых денег, то инвестиции – это не для вас. В моей семье итоговая цель – это просто пораньше выйти на фензию. Не в 65, как мне говорит государство, да, возможно, чуть пораньше, возможно, в 63. Брокерский счет можно открыть 18 лет. Ну, у меня даже есть где-то там в экселях, я показываю, что если человек инвестирует по 100 долларов в месяц в течение 40 лет, ну, условно, в 20 лет он начал, в 60 лет он закончил, то, ну, в зависимости от доходности, если доходность у него будет среднегодовая, вернее, среднеарифметическая, все 40 лет, допустим, 12%, то у него будет 1,2 млн долларов США в конце. Мы же казахи? Вот мы казахи. Давайте представим, что у нас есть табун лошадей. Ну, ладно, не табун, скажем, у нас есть две лошади. И одна мальчик, одна девочка. И, соответственно, через год у нас, у нас прирост может быть, там, скажем, 50%. Каждый год. Через год у нас три лошади, через два года у нас, сколько получается, четыре с половиной лошади, еще так далее, и так далее. И, как бы, каждый год наши 50% прироста, они становятся все больше и больше и больше. И на протяжении, скажем, первых 20-30 лет этот прирост совершенно незначительный. В то же время дальше он просто вот, он просто взлетает. Но, есть большое но, произойдет это не через два года, не через пять лет, и даже не через 10, а, скорее всего, через 20, 30, 40, 50. Люди очень жадные, очень все любят быстрые деньги. Хочется быстро и легко, а быстро и легко можно только по шейту. Казалось бы, вложил деньги в акции, дождался роста цены и продал. Это вам не картошкой на базаре торговать. Фондовый рынок устроен так, что невозможно предсказать рост и падение цен. Здесь важно выбрать правильную инвестиционную стратегию. И тогда вам не придется сидеть за терминалом и с тревогой следить за котировками. Очень важно свой портфель, каким бы маленьким или каким бы большим он ни был, диверсифицировать. Это и отличает вас от казиношников. Вы не можете, знаете, all in. Все на красное, все на черное. Это не так работает. Здесь работает принцип, 30% вы вкладываете, например, в высокорисковые бумаги, и то это много, для кого-то это 20%. 30% вы вкладываете, например, в ETF-ы, и еще 40% вы вкладываете, например, во вторичный рынок. На самом деле портфель подбирается индивидуально. От собственных целей, сроков, возможностей, ограничений. Ну, то есть куча-куча нюансов. Не бывает двух одинаковых портфелей, как двух одинаковых отпечатков пальцев. При пассивном инвестировании вам достаточно уделять на корректировку портфеля несколько часов в год. Оставьте анализ рынка и поведение ценных бумаг экспертам или авантюристам. Брокеры, делая упор на розницу, на нас всех с вами, на непрофессиональных инвесторов, они стараются упрощать интерфейсы своих торговых терминалов. Но для розничного сегмента разрабатываются удобные интерфейсы в мобильных приложениях, где буквально, да, вот так в два клика вижу знакомую компанию, хочу купить акции, и в два клика это можно сделать. Самое ключевое вопрос – выбрать эту бумагу правильно. То есть огромное количество бумаг сейчас торгуется. то есть вы можете купить любую перуанскую акцию, мексиканскую акцию, двумя кликами. Вопрос в том, что стоит ли это покупать или нет. Вы когда покупаете холодильник, вот пять супермаркетов объездите, пока выберите, пока вы два раза поругаетесь с мужем или кто с вами ездит, я не знаю. Не говорю уже о покупке квартиры. В акции же в основном люди покупают именно потому, что я хочу или потому, что мне кто-то посоветует. Никто не проводит собственные анализы. Если вы к каждой акции будете подходить как покупки, хотя бы холодильник, а не говорю уже о квартире, то я уверен, что каждый из вас ждет успех. Вопрос не в двух кликах, а вдруг вопрос в том, какой вы проведете анализ для самого себя, даже собственный анализ для этих двух кликов. Стать инвестором на фондовом рынке это, конечно, серьезный вызов, где никто вам не гарантирует стопроцентный доход. Во-первых, не действуйте на авось, пройдите обучение, не верьте обещаниям зарабатывать от 100% до 500% в день, вкладывайте в ценные бумаги сумму, с потерей которой вы готовы смириться, а не все, что у вас есть. Разработайте стратегию, анализируйте каждую покупку, а не скупайте импульсивно все акции. Существуют программы с демо-режимом, где можно попробовать свои силы без риска потерять деньги. И тогда вы поймете, подходит вам это или нет. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова